Как вы чувствуете себя, дуры? Господь, так он. Если она чувствовала, что ее недолюбливают, она ощетинивалась. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшая страсть. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Был бы ты, Иван Царевич, я б тебя чаем напоила да спать уложила. Был бы ты, Ивашка-дурачок, я б тебя в котле сварила. А что я буду делать с тобой? Эту всенародную бабушку обожала вся страна. Мудрая, добрая, улыбчивая. Она казалась близкой и понятной каждому. Я тебе сладенько в карманчик положила. Зачем? Как дать? А ты чего же покупали? О такой бабушке мечтала каждая русская семья. Вот иметь такую бабушку у себя дома. В 70-х московские зрители ломились на спектакль театра сатиры «Проснись и пой». Только бы посмотреть на милую, легкую и улыбчивую тетю Тоню в исполнении пельца. А она перед спектаклем щипала в ярости костюмерш и кричала на гримеров. Куда подевались дармоедки? Я вас научу работать. Она взрывная. В театре было, когда она вдруг что-то такое, она перед спектаклем или перед репетицией должна была пошалить, поорать, покричать, со всеми переругаться, потом писать донос. Все там неправильно все делают. За кулисами пельцер держала дистанцию и не терпела панибратства. А в театре слагали легенды о ее противном характере и остром языке. Ну, если кто-то близко леса, она могла шуганнуть. Актриса заводилась от любого пустяка, оскорбляла, ссорилась навсегда. А потом так же быстро остывала. Каялась, извинялась за вспыльчивость, но через минуту снова выходила из себя. Кто-то отфулянет, а? И подобные смены настроения стоили ей доброго расположения коллег. Татьяну пельцер опасались по-настоящему. Да она склочница, шептались за кулисы. Однажды на собрании труппы театра «Сатиры» прорабатывали Бориса Новикова за пристрастие к спиртному. Коллеги старались щадить самолюбие актера и выбирали выражение помягче. Тут слово взяла пельцер. Ей было абсолютно наплевать, в каком ты статусе, какой ты артист по значимости. Прямолинейно и жестко пельцер рубила правду матку без реверансов. После ее выступления Красный от обиды Новиков сказал, а вы, Татьяна Ивановна, помолчали бы. Вас никто не любит, кроме народа. Что? Не нравится? Все знали, что Татьяна Ивановна перед спектаклем любит накрутить себя и других. Пока она не достигнет какого-то эмоционального состояния, она играть нормально не может. Пока не провалишься и не сломаешь свою грязную шею. Однажды перед спектаклем Татьяна Пельцер поссорилась с режиссером Марком Захаровым и села писать на него бумагу куда следует. В театре воцарилось смятение. Пора было начинать, но Пельцер все писала. Долго, обстоятельно. По громкой связи объявили, что спектакль задерживается на 15 минут. Наконец Татьяна Ивановна вышла на сцену. За время спектакля успокоилась и кляузу свою никуда отправлять не стала. Отдай письмо! Живот схватило! Не читай! Отдай письмо! Иван, не тряси меня! Последний год жизни не утрясывай! Некоторые актеры мечтали, когда же эта скандалистка соберется на пенсию. Но Пельцера в свои 80 могла дать фору любому. Я помню очень яркий момент ее 85-летия, когда она, закинув ногу на ногу в нашем театральном буфете, спокойно выпивала рюмочку и закуривала сигарету. Она всю жизнь была очень живым человеком. В день 80-летия Пельцер друзья накрыли огромный стол. Когда гость на противоположном конце провозгласил тост за именинницу, актриса прямо с рюмкой быстро нырнула под стол и через несколько секунд появилась рядом с гостем, даже не расплескав содержимое. Оркестр заиграл танго, и они отправились танцевать. Она первая бросалась в танцы. И когда она танцевала, она всегда так смотрела на своего партнера, как-то вот так снизу вверх, и в глазенках ее была девчонка. Ее невозможно было представить молодой и красивой. Казалось, Пельцер уже родилась бабушкой. Никто и подумать не мог, что эта всесоюзная старуха не знала отбоя от поклонников почти до 70 лет. Она всегда была влюблена. Она вообще человек эмоциональный, поэтому, по-моему, без любви жить не могла. Вечно что-нибудь придумает. Но старость актриса встретила в одиночестве, потому что ни один любовник не выдерживал желчный характер актрисы. Она крутила короткие романы, которые называла курортными, и неизменно со скандалом расставалась. Ты словно самка богомола. Однажды в сердцах крикнул Татьяне очередной жених. Откусываешь мне голову. Она была человек неуживчивой. Это не просто капризность, да, неуживчивость, какая-то иногда даже сварливость. Когда в начале 80-х Пельцер серьезно заболела, и врачи поставили ей диагноз атеросклероз, некоторые в театре заявили. Поплатилась за собственное остроумие. Но она платила практически всю жизнь. Так и не завела семью, не стала матерью. Актриса умирала в психбольнице в полном одиночестве. Скептики такие, язвители люди, они очень закрытые. Они выстраивают барьеров много, броню надевают, чтобы не открываться. И мы видим на примере Татьяны Ивановны, что она как бы кричала о том, что полюбите меня. Я хочу любить, я хочу проявлять эмоции. Но в то же время я боюсь доверять, боюсь открываться, потому что у меня есть опыт детский, острый, негативный опыт, как меня не принимали, как меня не любили. И в кого ты только такая уродилась? Я-то тебя красавицей рожала, сокрушалась мать. И резко одергивала Таня. Нечего крутиться у зеркала. Никто тебя не возьмет в артистки. Хоть бы замуж взяли. И когда, говорит, я расчесывала свои волосы, мне мама говорила, господи, как же не повезло, такая некрасивая девочка. Я говорю, мама, это ты про меня? Она говорит, да. Мать винила отца в неудачной внешности дочери. А тот души не чаял в своей Танечке. Иван Пельцер сам был актером и приучал к сцене дочь. Таня сыграла первую роль в 9 лет и поняла, больше никогда не расстанется с театром. Татьяна сыграла, все было очень хорошо. От волнения, когда вышли к ланец, она выбежала вперед и провалилась в суферскую будку. Отец шутил, что это был самый блистательный провал, который он видел в театре. Но уже тогда труппа удивлялась резкому характеру девочки. В театре ее называли Пельцер с перцем. Однажды взрослая актриса презрительно фыркнула в сторону Тани. Набрали в театр младенцев. Пельцер парировала мгновенно. На сцене меряются талантом, а не годами. Если нет любви матери, ребенок чувствует, что с ним что-то не так, что я какой-то недостойный любви. И поэтому мне нужно как-то от этого защищаться. Быть язвительной, циничной, заранее напасть на всех, то есть заранее всех унизить, принизить, чтобы самой ощущать себя, в общем, хорошо. Татьяна Пельцер не раз признавалась. Охоту иметь детей ей отбили еще в детстве. А про свой характер говорила. Лучшая защита – это нападение. И хотя она уверяла, что одиночество – самое прекрасное состояние, близкие знали, что актриса страдает и мучается, но уже сама не может совладать с собой. Каждому свой срок установлен, и торопить его не надо. О съемках «Формулы любви» до сих пор ходят легенды. Поговаривали, что группе вредила нечистая сила. В самом начале съемок исполнитель роли Калиостро Нодаром Галаблишвили сломал ногу. Актер выпал из окна, засмотревшись на красивую девушку. Потом вышел из строя Александр Михайлов, неудачно прыгнув в седло. Дочь режиссера, актриса Александра Захарова, на съемках сломала большой палец на ноге и снималась, превозмогая боль. А Александр Абдулов и вовсе мог погибнуть. Когда он управлял каретой, лошади понесли. Карета перевернулась и упала во враг. Душ, ты так растревожился, друг мой? Не иначе, как мистика, шептались на площадке. Но вот что удивительно, нечистая сила не вредила только Татьяне Пельцев. Видимо, черту эта старуха не по зубам, шутили в съемочной группе. И повод для таких шуток был весомый. Я говорю, бабушка, не старуха, не бабушка, а именно бабушка. Вот такая, которая клюкой тебя по спине-то может и вытянет. На съемочной площадке Пельцер с кулаками набросилась на юную гримершу. Разгорелся страшный скандал. Пожилая актриса требовала, чтобы девушку выгнали без зарплаты. Ты был ковач. Собирай свою кошелку, дуй в кишинек. Когда разобрались в причине, все были поражены. Оказывается, Пельцер посчитала, что гримерша специально старит ее макияжем, чтобы самой строить глазки артистам. Конкуренцию Татьяна Ивановна не терпела даже в 70 лет. Скандалы, конечно, были, но ей ее прощали, потому что она была отходчива. Она говорила в открытую и слова любви, и слова ненависти, в общем, в принципе. Ей было плевать. Пельцер всегда старались обойти стороной. Ведь от актрисы можно было ожидать чего угодно. От злого взгляда до кулкого слова. А материлась Татьяна Ивановна не хуже сапожника. В театре ходила байка, как после войны Пельцер подружилась со вдовой Михаила Булгакова. Та умела жить красиво. На встрече нового 1946 года Елена Сергеевна устроила дома маскарад, объявила конкурс на самый оригинальный костюм. Фарина Раневская пришла одной из первых и сразу же произвела фурор. Потому что она пришла в костюме, сверху у нее была шляпа, на шляпе было гнездо птичьи, в гнезде сидела настоящая птица, и что-то такое клевало. Да, красота – это страшная сила. И вдруг лицо Раневской вытянулось. Она увидела свою давнюю соперницу Татьяну Пельцер. Но в каком виде? Татьяна Ивановна тоже не промах была. Она пришла обвешанная сушками, маленькие такие, знаете, вот есть. Не просто бублики, а маленькие маленькие сушки. И у меня весь костюм состоял из сушек. Раневская съязвила. Как же вы можете так обращаться с хлебом? Ведь еще не отменили продуктовые карточки. Пельцер махнул рукой. Угощаю. Гениально проворчала Раневская. В них что-то было занятное, а не казарные, от которых можно ждать неожиданности. И та, и другая. В театре Раневскую старались обходить подальше. Язвительное до неприличия актриса не скупилась на непристойные эпитеты для своих коллег. Ию Савину называла смесью гремучей змеи с колокольчиком. А когда Таня слишком восторженно отозвалась об игре Раневской, отбрила. Вспоминайте, какая я была смешная. Только вспоминайте добрыми словами. Раневская была взрывчатый характер, тяжелый. И она могла в какие-то минуты гнева сказать, бог знает что, про человека, которого любила и которым дружила. Молодые актрисы, узнав о приезде Раневской в театр, прятались по гримеркам. Только бы не попасться великой и ужасной старухе на глаза. Фаина Георгиевна презрительно называла их фифами. Но втайне страшно завидовала. Актриса и певица Елена Камбурова была одной из немногих, кому Раневская при знакомстве отнеслась снисходительно. Хотя все равно не удержалась от колкости. Сказала очень интересную фразу. Как хорошо, что вы не фифа. А когда мы прощались уже, она сказала, что у вас такой же недостаток, как у меня. Нет, не нос, а скромность. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Она всю жизнь страдала от одиночества, но считала его платой за талант. И никогда не признавалась в собственном плохом характере. К концу жизни Раневская оказалась в полном вакууме. Саркастичную и резкую актрису не любил никто, кроме ее мальчика. Пса с таким же плохим характером. Она была, конечно, одиноким человеком, недаром она все время, вот, она рисовала рожицы такие смешные, мужские. Вот. А под ними писала «Смертное одиночество». В отличие от Раневской, Пельцер всю жизнь пользовалась успехом у мужчин. Правда, замужем была всего три года. Из почти 90 прожитых лет. В 1927 году молодая актриса театра профсоюзов Татьяна Пельцер познакомилась с немецким коммунистом и писателем Гансом Тейплером. И влюбилась в него без памяти. В центре Москвы вдруг встретились два немца. Ну, хотя Татьяна себя немкой никогда не считала, но Ганс очень, как бы, позитивно, вдохновенно воспринял ее немецкие корни. Вот. И где-то за год этот безумный роман дошел до свадьбы. В 1930 году вместе с Гансом она уехала в Берлин. Устроилась машинисткой в советском торгпредстве и полностью растворилась в семейной жизни. Моя первая любовь, боже мой. Это было самое чистое вообще детское увлечение. Он меня бешено ревновал ко всему на свете. Он гонялся за мной, как в немом кино. Когда она любила, то она любила на полную катушку. Но семейное счастье рухнуло быстро. По одной из версий, после приговора врачей о том, что Татьяна не может иметь детей, раздавленную горем женщину окончательно добила реакция мужа. Муж вместо утешения, какого-то сочувствия или чего-то, или предложения показать ее врачам в Берлине, и сказал, ну так будет даже лучше. С намеком на то, что вот при его такой ответственной нелегальной работе, дети просто помеха. Так и не сумев простить мужа, она развелась с Гансом. И с тех пор не давала любовникам повода решить, что мужчина может быть главным в отношениях. Кто ты такой, я тебе? Я не понимаю всей глубины вашего вопроса. Ни в какой мечтару промолчили такие слова, говорю тут! Но есть и вторая версия, почему распался брак Татьяны и Ганса. Причиной стала дочь немецкого коммуниста Вильгельма Пика. Однажды она узнала о мечте Татьяны играть в театре и презрительно бросила. Что актриса и проститутки зарабатывают примерно одним и тем же, в общем-то, способом. Татьяна обиделась на это, разумеется, сказала ей что-то резко. Та ответила, а поскольку Татьяна за словом в карман не улезла, вот, получился скандал. Ганс не поддержал жену и потребовал, чтобы Татьяна извинилась перед родственницей Пика. Иначе его политическая карьера могла закончиться. В ответ Пельцер потребовал развода. Ухожу, ухожу. Спасибо, милый. По третьей версии, Тейблер и Пельцер попросту не сошлись характерами. Муж мечтал о тихой домохозяйке жене, а темпераментная и взрывная Татьяна хотела играть на сцене и даже получила роль в спектакле, после чего ушла от мужа. Она была стопроцентным человеком театра. В этом была ее жизнь. Именно поэтому, наверное, она и не сложилась у нее личная судьба. По четвертой версии, Пельцер покинула Германию в 1931 году по политическим причинам. В стране набирали популярность национал-социалисты во главе с Гитлером. Истеричный и некрасивый лидер нацистов пользовался оглушительным успехом у женщин. На его выступлениях немки от счастья впадали в подобие экстаза. О нем мечтали миллионы немецких фрау. Но Пельцер не разделяла общего женского восторга. Я видела Гитлера, речь Гитлера. Но Санька мне Гитлер как мужчина не понравился. Но что же произошло между Гансом и Татьяной на самом деле? В конце 80-х на гастролях в Венгрии Пельцер встретилась с бывшим мужем. Коллеги-актрисы с умилением наблюдали, как бывшие супруги после 50 лет разлуки уединились на балконе и нежно взялись за руки. Я любила его преданно и беззаветно. То, как она готовилась к этому свиданию, какая она была приподнятая, вдохновенная, веселая, остроумная, как девчонка. Это было очень приятно. Одна из актрис, глядя на эту волшебную пару, задумчиво сказала, какая же тварь этот Гитлер, какую любовь разрушил. Но вдруг Ганс возразил, конечно, на Гитлере много грехов. Но в нашей разлуке он не виноват. Я у Танечки обнаружил в кармане фартука любовную записку от моего лучшего друга. Гриловой Сань, я этому немцу изменила, он меня из дома выгнал. Татьяна Пельцер всю жизнь славилась страшным упрямством и требовала к себе повышенного внимания. Актриса Наталья Селезнева вспомнила, как со всеми еще ребенком снималась в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». На пробах она и познакомилась с Пельцер. А, знаю! Опять свою-союз печаль будешь проверять? Татьяна Ивановна сразу не взлюбила совсем юную актрису, почему-то увидев в ней соперницу. Еще бы! В Наташе не чаяла души вся съемочная группа. И Пельцер страшно не нравилось, что внимание достается не ей. Я тебе запрещаю думать. Мало того, в последний момент режиссер картины вообще заменил Пельцер на другую актрису именно из-за Наташи, посчитав, что они плохо смотрятся в кадре вместе. Щенки! Селезнева долго еще вспоминала, какими эпитетами награждала ее обозленная актриса. У нее были такие словцы, которые как бы усугубляли. Она практически всегда с этой сигареткой тоже. Ну, бандитка такая, бабушка-бандитка совершенно, понимаете? Совершенно, которую нельзя сломить. А может, причина ненависти была в другом? Татьяна вообще не жаловала детей, так как сама не смогла забеременеть. В 1931 году по возвращении на родину Татьяна окончательно поставила крест на семейной жизни и сосредоточилась на профессиональной карьере. Однако актерского триумфа у Пельцер не вышло. Отстань, хватит с меня. Не могу. Не можешь? Не могу. Сложное и полное вообще унижение. Биография, потому что когда-то ее за профнепригодность вообще выгнали из театра, а уже ей было, так сказать, за 30. Она считалась профнепригодной. И 10 лет она работала машинисткой. Просто она печатала на машинке. Пельцер давно не отмечала дни рождения. Боялась считать бесцельно прожитые годы. Ее не признавали как актрису почти до 50 лет. Мы вообще практически не знаем ее молодой. Есть фотографии ее в молодости, но все равно в сознании зрителей уже вот где-то она больше, когда ей было больше 40 лет, да, почти 50 лет. Где она только не работала, лишь бы поближе к театру. Даже служила уборщицей. И кто бы мог подумать, что именно так она и станет звездой. Перед спектаклем Татьяна выходила на сцену и мыла пол. При этом ворчала. Ходят и ходят тут всякие. И чего ходят? Публика хохотала, не понимая, какая боль от актерской нереализованности скрывалась под маской веселой старухи. Ведь Пельцер всю жизнь была одинока. Татьяна Пельцер была известна на весь СССР как бабушка из детских сказок. Ну я Егор, а ты кто такой? Народ ее обожал, а вот коллеги ненавидели. Пельцер славилась тяжелым характером. Вовсе не добрая старушка, а бабушка-скандал. Она была человеком очень прямой. Далеко не все ее любили. И она и режиссером могла сказать все, что она думает. И она была мастером такого острого слова. Прочь, дорогие, куриные ноги! Но были и те, кому Татьяна Пельцер благоволила. Например, Александр Аптулов. В нем актриса буквально души не чаяла. И всячески опекала во время съемок в совместном фильме «Формула любви». Сильва, бля! Однако скоро всем на съемочной площадке стало понятно такое повышенное внимание Пельцер к Аптулову. Тот был ее неизменным партнером в игре в преферанс. В которой Пельцер играла очень темпераментно. Актриса ставила на кон последние деньги. Беспрерывно курила. И ее игральные вечера нередко затягивались до рассвета. Она потом дружила с Токарской. И они всегда играли в карты. А мой муж обожал смотреть, как они играют, потому что они ругались. И каждая старалась обидеть другую как следует. Она, азартный игрок, тому ору и крику было такое количество, что было просто невозможно. Доходило до того, что оказавшиеся на миле актеры специально шли к Пельцер расписать пулечку, чтобы не занимать денег. Все знали, что актриса все равно продуется. И она проигрывала колоссальные суммы. Только один раз выиграла у Александра Аптулова 9 копеек. И потом всю жизнь ему говорила, ты мой вечный должник. Всем напоминала. Картами Пельцер увлекалась еще в 60-х, когда служила в Театре сатиры у Валентина Плучика. На этой почве и начался знаменитый конфликт актрисы и режиссера. Опять резались всю ночь в преферанс у Пельцер. Вам что, медом там намазано? Гремел худрок при виде помятых и вялых актеров на репетиции. Да уж поинтереснее, чем с некоторыми режиссерами, съязвила Пельцер. Плучик гневно посмотрел на нее и после паузы произнес. А я никого не держу. Особенно тех, кто путает театр с казино. Пельцер тоже был непростой человек. Он был очень ревнивый, наблюдающий за всеми, как-то отслеживающий общие ситуации. Пельцер не любила подчиняться. По-своему трактовала роли, спорила, говорила колкости. Моложе не мог выбрать. И это не раз становилось камнем преткновения в ее отношениях с режиссерами. Строптивую актрису за глаза часто называли бабушкой, егой и старались не связываться. Ее приглашали в фильмы только из-за фантастической популярности у зрителей. Вот сейчас как выскочу, как выпрыгну, тебя митрой прочешу. В 1982 году режиссер Михаил Юзовск снимал в Крыму свою знаменитую киносказку «Там на неведомых дорожках». Лето, жара, море рядом. На сбор киногруппы молодые актрисы явились в шортах и купальниках. И только Пельцер при параде. С прической, макияжем, в тщательно отглаженном элегантном костюме и на каблуках. При виде небрежно одетых артисток она пришла в ярость. С громким матом Пельцер схватила метлу из своего реквизита и принялась гонять девушек, не жалея сил. «Ведьма! Баба-яга!» – кричали ей вслед. Однажды Пельцер обидела начинающего режиссера Марка Захарова, назвав его бездарем и выскочкой. Акселерат несчастный. Она сказала, что вот это как человек ничего, значит, не умеет делать, так он обязательно идет в режиссуру. А Захаров словно не замечал обиды. Он занял актрису в новом спектакле «Доходное место», который вскоре прогремел на всю Москву. Когда Татьяна Ивановна Пельцев в роли тещи Мироновской говорила, да кто ж на одну зарплату живет? Причем она говорила, это пошла уже по всей Москве говорить, Пельцер сказала в спектакле, кто ж на одну зарплату живет. Однажды на скандальный спектакль пожаловала сама Форцева. Министр культуры оскорбилась. «Вы на что намекаете?» И доходное место закрыли. Думали, что Марка Захарова вообще лишат всего и сошлет куда-то в Сибирь. После такого Плучик нашел предлог, чтобы избавиться от скандального режиссера. Уход Захаровой из театра стал трагедией для Пельцев. «Она барышня с характером. Девушка с характером. Другое дело, что это не носило вздорности какой-то. Вот. Но она была резка». Однажды на репетиции «Горе от ума» Плучик потребовал от Пельцер выполнить сложное хореографическое па. Однако та сослалась на плохое самочувствие и отказалась плясать. Обозленный Плучик настаивал. Тогда Пельцер важно подобрала юбки, подошла к микрофонам и на весь театр послала худрука подальше. Там были непечатные выражения, да, и в это я застал этот скандал. «Она крепкое русское слово очень даже упоминала бы здоровка. Умела крыть, да. Умела она». От неожиданности Плучик чуть не упал со стола. А потом ответил Пельцер на понятном ей языке. «Ты что, хочешь жалобу на меня написать?» «Правильно. Жалобу на меня написать легко. Это заменить меня трудно некем». «У Плучика тоже был характер. Он был беспридорником, который выбился в люди, сам себя сделал, учился у Мирхольда, совершил, в общем-то, довольно долгое восхождение к тому, чего он добился. И характер был, конечно, не сахаром». Перебранку Пельцер с Плучиком услышали все. После этого уход Пельцера из театра был лишь делом времени. Мстительный и злопамятный худрук никому не спускал обиды. У него была такая любимая поговорка «Еду, еду, не свищу, а на еду не спущу». И он говорил это так грозно, что не хотелось бы быть виновником этого «не спущу». Длинный язык актрис часто вызывает гнев у режиссеров. Похожая история произошла и с подругой Пельцер, Ольгой Аросевой. О ее склочности и тяге к интригам в театре ходили легенды. Однажды после спектакля Ольга заявила Евгению Вестнику. «Тебе надо быть худруком нашего театра. Что вы все смотрите этому Плучику в рот?» «Лето, все окна открыты. Входили они в небольшой садик. И по диагонали был номер Плучика. И он слышал этот разговор». На следующий день Оросеву сняли со всех спектаклей. Плучик не давал ей ролей больше десяти лет и даже запретил всем актерам с ней здороваться. Зрители театра сатиры начали постепенно забывать Оросеву, которая теперь лишь числилась в труппе. И хотя эта ситуация больно задевала самолюбие актрисы, она терпела. «Да, увы, таланты гибнут, а вот ремесленники и дилетанты остаются». Но Пельцер не признавала компромиссов. И в 77-м году после скандала ушла из театра сатиры, громко хлопнув дверью. «Там здравствуют повадные бабушки!» «Ей было 73 года. Представляете, какой отчаянный поступок?» «Она ушла от плучика, завязала платок, пришла на служебный вход и сказала, вот как хочешь, обери меня в театр, я за тобой». Пельцер убедилась, после 70-ти жизнь только начинается. Она, наконец, обрела свой театр и своего режиссера. «Театр Ленинского комсомола, она была довольно востребована. Захаров давал ей роль, он к ней вообще очень хорошо относился». А вскоре у пожилой актрисы появился шанс устроить и семейную жизнь. Однажды в гости к ней пришел профессор, который недавно овдовел. Он протянул Татьяне букет и предложил. «Вы одна, я тоже теперь один. Может, будем вместе?» Но Пельцер вдруг вспылила. «Домработница мои штаны стирает, так ей еще и ваши придется стирать?» «Так дело не пойдет». Больше профессор не приходил. «На корми и спать уложи. Постоялый двор устроили». «Она сделала точный выбор. Личное счастье или профессиональное счастье. Она получила свое профессиональное счастье. Но, может быть, о чем-то она жалела». В который раз она отказалась от личного счастья. Неуживчивый и циничный характер мешал верить людям. Пельцер выбрала жизнь вечно одиночке, а всю свою нерастраченную нежность перенесла на коллег по театру. «Одинокая». «Милетская кровь такая федантичная, такая вот скрупулезная. Она возила с собой на гастроли какие-то кастрюльки, ложечки, салфеточки». Даже электроплитку. Пельцер никогда не питалась в столовой. А все необходимое для здоровой жизни носила в сумке. «В которой лежало, по-моему, все для того, чтобы продлить жизнь на этом свете. Таблетка от головы, таблетка от язвы, вода минеральная, маленький такой пакетик, разведенный кашей. Все ели из ее сумки». С легкой руки Марка Захарова самую взрослую актрису молодежного театра ласково звали бабушкой и всячески опекали. Перешептывались, что наконец-то ядовитая Пельцер стала доброй. Но тяжелый характер актрисы вскоре дал о себе знать. В середине 80-х Пельцер блистала в спектакле «Три девушки в голубом». И вдруг ее партнерши по сцене заметили, что актриса начала путаться и забывать слова. Ей охотно приходили на помощь, подсказывали реплики. «Чего это я буду возить с этим... с этим... с этим... валькой-то». Никто не ожидал, что вскоре всеми любимая бабушка окажется в психушке. Избитая и привязанная к кровати. Это последняя роль всенародно любимой актрисы. «Види, мама, вас встречает с музыкой! Что я вам говорил?» На кадрах видно, что Пельцер с трудом понимает происходящее. На выручку растерянной актрисы приходит верный друг и партнер Александр Абдулов. «Давайте сориентируемся уже, мама». Он буквально ведет Пельцер по сцене и подсказывает текст. «Он ее практически проводил по сцене, она говорила свои реплики. И эта роль как раз укладывалась вот именно в ее состоянии». Татьяна Ивановна все чаще забывала текст. Спектакли были под угрозой срыва. «Стишок сочинила, очень хороший. Вот. Ой. Ее... Ее... Захарав как не крепился, но был вынужден снять ее с роли в «Трех девушках» в «Голубом». Однако специально под нее поставил поминальную молитву, где у Пельцер почти не было слов. А немногие оставшиеся подсказывал театральный внук Абдулов. «Буквально он мне каждую фразу подсказывал, что по роли было нормально, потому что старушка могла не знать, что ей сказать. Но говорят, это было и на самом деле, она уже ничего не помнила. У актрисы диагностировали неизлечимую старческую болезнь – атеросклероз. За спиной у Пельцер шептались. «Дошутилась старуха? Вот ум и отшибла». Актриса страдала, злилась на окружающих, но больше на себя. Она пыталась бороться с болезнью. Записывала слова в тетрадку, которую всегда носила с собой, заучивала наизусть слова, постоянно тренировала память, но изменить уже ничего не могла. Постепенная потеря памяти, которая у нее была, она и очень сильно раздражала. Грубо говоря, когда она помнила давние какие-то события, она могла сказать, зачем у тебя этот... Ну, этот вот, вот, ну что, пиджак? Нет, шарф, шарф. То есть это было раздражение на саму себя. Парадоксально, но при этом Пельцер оставалась физически здоровым человеком. Лошадиные дозы кофе, сигареты и бешеный темп. Тут болит, тут болит, тут болит. И вон нога не разъинается. Она не ходила, а бегала. Занималась йогой и до конца жизни оставалась в прекрасной форме. Я женщина с характером и не позволю себя, как это, в школе учить, экспортировать. На съемках приключений «Желтого чемоданчика» ее называли «Старушка с моторчиком». Так лихо пожилая актриса танцевала на крыше и перелезала через забор. И даже после 80-ти легко танцевала танго, пугала домработницу сложными гимнастическими позами и не расставалась с сигаретой. Очень гордилась своей физической формой. То есть, когда уже в довольно взрослом, ну, как бы уже, можно сказать, пожилом возрасте, ее подруга сказала что-то, что вот мы с тобой старые. Она сказала, может, ты старая, а я нет. И буквально вот на том же месте, где стояла, сделала шпагат. Ее нельзя было не любить, понимаете? Причем в том, что она могла сказануть за милую душу, так, чтобы только отшить. И вдруг в 1991 году таблоиды распространили шокирующую новость. Всеми любимая артистка в психбольнице. Пельцер обнаружили в общей палате для бойных. Но как знаменитая актриса оказалась в захудалой психушке, избитой и привязанной к кровати? Какая-то деменция такая, что дальше некуда. Потому что она вообще не врубалась, что делать, что в туалете нужно делать. До такой степени. До такой просто совсем. Татьяна Ивановна нуждалась в постоянном уходе. Но никто из коллег не мог находиться возле Пельцера круглосуточно. Немногочисленные друзья актрисы попросту не выдерживали ее тяжелого характера, который обострился с болезнью. Пельцер стала агрессивной и подозрительной. За одинокой актрисой приглядывала лишь домработница Анна Кукина. Пельцер хоть и звала ее «моя дура», но умоляла не бросать и даже завещала Анне свою квартиру. Однако потом актрису накрывал очередной приступ безумия, и она лезла драться с Кукиной, гнала ее из квартиры. Она могла там щипаться, драться, но надо не забывать, что это действительно болезнь. И болезнь не самая такая, ну, когда ты можешь себя контролировать. Это беда. Ее положили в обычную клинику, в обычную больницу, в обычную палату, где были обычные полоумные, простите меня, с разрушающимся мозгом люди, и ее там избили. После громкого скандала в прессе Пельцер перевели в элитную клинику. А потом и вовсе отпустили домой. Однако после нервного потрясения Пельцер упала и сломала шейку бедра. Актрису опять увезли в больницу, откуда она уже больше не вышла. Уже мало кого узнавала, уже мало что могла сказать. Это печальный конец. Немногочисленные посетители с трудом узнавали в этой кроткой старушке бывшую язву и скандалистку. Так сильно переменилась актриса. У нее уже попросту не осталось сил устраивать скандалы. Прежняя великая артистка лишь изредка приходила в себя из плена собственного безумия. Я пришел навещать свою сестру, знаю уже, что Татьяна Ивановна. И она, и вдруг она повернулась ко мне и говорит, Боренька, привет. Ну, ну, что? И дальше, ну, что в театре? Что ты думаешь? В тот день Татьяна Ивановна сделала знак. Хочу курить. Домработница дала ей сигарету. Пельцер, блаженно улыбаясь, ее выкурила. На вопрос, как дела, показала большой палец. Во! Через несколько часов ее не стало. Она, опять же, сделала так, что не сделали из ее ухода, там, не знаю, день национального траура. В плохом смысле этого слова. Она осталась человеком. Похороны Пельцер взял на себя ленком. Театр стал единственной семьей актрисы, которую считала своей бабушкой вся страна. Но родная и своя для миллионов чужих людей она не сумела поладить даже с самыми близкими. Так уж получилось. Прокатилась жизнь. Пельцер объявила войну всему миру, но не смогла совладать с собственным характером. Она мечтала о любви, но оказалась на нее не способна. И умерла в полном одиночестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова